Я буду говорить немного здесь. Скажите, у кого-то была возможность посетить Стокгольм? Город сам? Три часа? Понятно, у кого-то. Замечательно. Здесь вы видите Королевский дворец Стокгольма, гораздо более симпатично окрашенный, чем сегодня. Это собор, кафедральный собор Стокгольма. И обратите внимание, некое празднество здесь происходит, какое-то торжественное шествие. Флаги плещут на ветру. И вот, собственно, люди в праздничных одеждах и в мунтирах. Обратите внимание, это одна из последних битв, в которых Швеция одержала победу. Это 1790 год, и это... Это Свенсксюн. Если я не ошибаюсь... Как же она в русской историографии называется? В 1790 году, это вот последняя победа, которая была, значит, победа была одержана шведами в морской войне с Россией. Это последняя, собственно, победа, которая была одержана. Почему я об этом говорю? Неужто я хочу выразить гордость за Шведскую империю и ее военные, значит, победы? Или якобы, что мы хотим похвалиться мощью? Дело вовсе не в этом. Дело в том, что спустя 40 лет после этого военного конфликта с Россией, это привело к тому, что сумасшествие шведских политиков завершилось после поражений в войнах с Россией. Только тогда, когда Швеция отказалась от имперского мышления, только тогда, когда Швеция поняла, что ей следует идти по пути институциональных политических реформ, только тогда политики, можно сказать, пошли в правильном направлении. Когда в 1809 году Швеция потеряла Финляндию, и Финляндия, как известно, стала частью Российской империи, один шведский поэт сказал, что нам следует отказаться от реваншизма, нам следует отказаться от попыток вернуть Финляндию, но нам следует попытаться вновь ввести Финляндию в орбиту Швецию посредством политических и экономических реформ. И это единственное, что позволило бы Швеции вернуть свое влияние. И вот несколько слов относительно исторической перспективы в отношении того, как развивалась Швеция после того, как она вполне разумно и резонно отказалась от попыток военной экспансии. Я часто показываю эту картину российским коллегам и дипломатам, рассказывая эту историю, и вряд ли я нахожу в их глазах понимание, во всяком случае, на сей день. Тем не менее, это так. Тем не менее, позвольте вернуться к вопросу о нормативной политической повестке, о нормативном порядке, в частности, о безопасности в Европе, который становится все более важным, и в особенности после российско-украинского конфликта 2014 года. Для меня порядок имеет нормативную ценность с точки зрения архитектуры безопасности и системы безопасности. При этом это, мне кажется, несколько разные вещи, потому что архитектура безопасности подразумевает некие кирпичики или строительные блоки, которыми могут быть разные организации, такие как Европейский Союз, НАТО, СНГ, ОДКБ или что угодно. Тогда как порядок – это нормативная концепция, которая исходит из понятия политических норм и правил. Правила и нормы могут обладать правовой обязательностью, как нормы Совета Европы, подразумевающие характер международного права, и могут быть инструменты, которые позволяют эти нормы поддерживать и осуществлять те или иные решения в рамках судебной инстанции или суда посредством различных действий, вплоть до санкций. Когда я говорю о европейском порядке, это политический порядок в Европе без каких-либо фактически правовых инструментов или институтов, которые могли бы обеспечивать эту безопасность в правовых рамках. В какой книге, в какой документе я могу найти определение вот этих норм безопасности? Ну, можно сказать, что это устав ООН и международное право. Но я должен сказать, что порядок безопасности в Европе гораздо лучше проявляется в двух основополагающих документах ОСР, а именно Хельсинкском заключительном акте 1975 года и Парижской хартии 1990 года. И это в известном смысле Ветхий и Новый завет европейского порядка и системы безопасности. Как вы знаете, в Хельсинки происходил так называемый деколог, или был принят так называемый деколог, 10 основных принципов, что вызывает в памяти 10 заповедей, и к этому же, безусловно, тяготеет Парижская хартия. Хельсинки, можно сказать, был революционным шагом в развитии международных отношений. Парижское соглашение, Парижская хартия послужило следующим шагом. Безусловно, что один из подлежащих принципов Хельсинкского заключительного акта состоит в концепции исчерпывающей безопасности. Исчерпывающая или всесторонняя безопасность, которая стала новым шагом в нашей восприятии международных отношений, которые ранее основывались на доктринах Вестфальского мира 1648 года, фактически в соответствии с которыми единственными интересными и субъектами международного права выступали национальные государства, которые были подобно изолированным шарам или неким планетам. И все, что нас интересовало до Хельсинки, состояло во взаимодействии между этими солидными, вот этими некими шаровидными телами. После Хельсинки эта парадигма изменилась в корне. И понимание того, что уважение к правам человеком и к демократии служит предпосылками для системы безопасности. Это, безусловно, революционная идея, присущая Хельсинкскому заключительному акту. Никто и предположить не мог, к чему приведет Хельсинки. Для Советского Союза подписание этого акта означало в известном смысле легитимизацию или узаконивание границ после Второй мировой войны. Обратите внимание, ведь Вторая мировая война не завершилась мирным договором. Поэтому в известном смысле можно сказать, что Хельсинки стал шагом по направлению к этому. Взамен на эту готовность Западная Европа и Соединенные Штаты добились от Советского Союза признания ценности прав человека и уважения к правам человека, что, безусловно, не смогло не привести к важным последствиям для Советской Системы. В так называемых коммунистических странах сила заключительного акта Хельсинки не осознавалась в то время, когда этот акт был ратифицирован. Однако этот заключительный акт, подписанный всеми сторонами, впервые в истории подразумевал правовым образом обязательно уважение к правам человека. И мы помним, что прошло еще 15 лет, прежде чем эти идеи расцвели, если позволите так сказать, и произвели потрясающие исторические события падения Берлинской стены и распад Советского Союза. Когда мы говорим о безусловной связи между Хельсингским актом и внутренними репрессиями, с одной стороны, и внешней агрессией, я полагаю, вы знаете, о чем я говорю. Потому что если бы у нас была полностью демократическая страна с многопартийной системой, гражданским обществом и функционирующими средствами массовой информации, системой сдержек и противовесов, независимыми судами и так далее, разумеется, очевидно, что в такой системе гораздо сложнее пускаться в военные приключения или авантюры, пытаясь перекраивать границы. Однако, очевидно, что даже после начала подобных военных авантюр правительство будет находиться под давлением. И наоборот, происходит негативная спираль, при которых мы видим, когда правительство, начинающее подобные авантюры, вынуждено заниматься репрессиями в адрес как прессы, так и гражданского общества. Хельсинский заключительный акт, безусловно, нашел отражение в принципах построения ОСР в части обязательных норм и ценностей. Принципы этой системы в настоящее время подвергаются серьезному давлению и даже попираются как на политическом, так и на уровне восприятия неприкосновенности и целостности границ. Фактическая угроза военных конфликтов, угроза территориальной целостности и право каждого государства выбирать собственные нормы с точки зрения порядка безопасности. Эти принципы Парижской хартии находятся под ударом, и когда мы говорим, в частности, о российско-украинском конфликте и российской агрессии на Украине. Позвольте также сказать, что я нахожусь здесь и говорю в своем личном качестве, и не все, что я говорю, отражает точку зрения и политику шведского правительства. Поэтому я полагаю, что наша дискуссия, наша беседа может проходить именно в таком неформальном ключе. Но то, что произошло в 2014 году весной и осенью, безусловно, важно с точки зрения понимания нашего положения в геополитической истории и, вообще говоря, истории безопасности в Европе. Существуют различные аналитические истолкования поведения России в этом году. Но позвольте мне выделить три мотива, которые, безусловно, об этом можно прочитать в литературе. Первое. Это первый мотив Кремля состоял в сохранении режима. Если говорить о массированных политических движениях, то смена правительства и укоренение идей о политических и экономических реформах в целях сближения с Европейским Союзом в постсоветской, восточнославянской стране подразумевало, что если эти события происходят на улицах Киева, то они могут произойти и на улицах Москвы, и поэтому Майдан должен остановиться. Таков был один из мотивов. Второй мотив Кремля состоял в том, что он хотел сохранить идею сферы влияния. То есть есть страны, граничащие с Россией, которые должны быть буферными государствами, дружественными к России и ведущими себя соответствующим образом, в соответствии с пожеланиями Москвы, не против интересов Москвы, а именно в этом фарватере. Это был, безусловно, второй мотив Кремля с точки зрения российской политики в 2014 году, то есть историческая принадлежность к России, к российской сфере влияния. Третий мотив, о котором говорят гораздо меньше, но который, мне кажется, представляется один из самых интересных и далеко идущих, это желание России основать новый европейский порядок безопасности или систему безопасности, отходящую от хельсинкского заключительного акта и парижской хартии. И в известном смысле, согласно подобному предположению, Кремль хочет вернуться к миру Пацдама и Ялты, когда мир разделялся на основании военной силы. Или даже к Венскому конгрессу 1814 года после Наполеоновских войн, когда, как известно, великие державы определили военную мощь как основной фактор, что, разумеется, происходило как логическое последствие из Наполеоновских войн, и Венский конгресс положил основу так называемому священному союзу против революционной республиканской Франции и всех попыток произвести социальную революцию в Европе. Для того, чтобы священный союз, в который вошли монархи России, Австро-Венгрии, Гапсурдской империи, и когда нынешняя Россия выдвигает такие идеи в ООН, в ОСР и в других учреждениях и организациях, для того, чтобы запретить то, что называется вмешательство во внутренние дела, будь то через иностранные агенты или подобного рода вдорывающие мероприятия, это современная версия Священного Союза. Это все обеспечено призвать поживание режима для того, чтобы собственный режим у себя в стране не подвергался угрозе извне. Теперь, совершенно определенно, этот порядок испытывает угрозы. Я полагаю, мы переживаем исторический момент в Европе, который покажет, сможем ли мы сохранить эти принципы. Я надеюсь, я выражаю оптимизм, что да, сможем, поскольку, на мой взгляд, альтернативы слишком ужасны, чтобы их рассматривать. Альтернатива – это ГОПСов, анархитический мир, где применение военной силы и, во всяком случае, готовность к применению военной силы, именно она определяет судьбу не только вашего собственного населения, но и также граждан других государств. Вот это должно, вот это военное состязание, конкуренция приведет, безусловно, к гонке вооружений. И мы видели, как оно было в прошлом, и все это вовсе не обязательно имеет хороший конец. Но каким образом можно сохранить или принудить к исполнению таких норм, если у нас нет системы международного права, которая способна это поддержать? Я полагаю, главный здесь принцип – это ответственность. Для того, что те, кто нарушает нормы и правила, это ни в коей мере не применяется только к России, есть ряд государств. И у нас еще есть самих проблемы внутри Евросоюза в отношении этого основополагающего принципа. Но нам необходимо призывать друг друга к ответственности. Государства должны призывать иные государства к ответственности. Это революционная идея, которая совершенно определенно, явно прописана в Харте, в Парижской почве, в последующих документах. У нас не только есть права, возможность, но на нас возложена обязанность внутри ОСР призывать друг друга к ответу. У нас есть обязанность, мы должны быть заинтересованы в том, каким образом принципы демократии, прав человека и верховенство права уважаются, соблюдаются в других странах. Мы делаем это не только потому, что для нас самих важны принципы, но поскольку это имеет прямое отношение к нашей безопасности, к системе безопасности в Европе. Поэтому нам необходимо, если можно назвать, критиковать, но мы должны указывать на это. Это не просто любое субъективное, если угодно, люди говорят, что им в голову придет. Нет, конечно. У нас есть эти критерии, есть эти принципы, в соответствии с которыми мы можем призывать друг друга к ответственности. И это применимо, этот принцип, ко всем государствам внутри ОСР, которые подписались по нему, у всех есть право ВЕТа. То есть это консенсусный документ, требующий полного согласия всех стран. Это вовсе не какие-то западные или западноевропейские ценности или принципы. Нет, это универсальные всеобщие, и они принадлежат всем и каждому внутри ОСР, Организация по экономическому отрудничеству и развитию. Эта ответственность предполагает, что и граждане должны также считать, что их правительство отвечает перед ними за соблюдение этого принципа. Это важную роль, которая будет играть в вовлечении граждан, политическая партия, будут играть средства массовой информации, все структуры гражданского общества. И я думаю, что когда правительство и власти действительно начинают вести войну против собственного гражданского общества и против свободных СМИ, вот именно здесь, как мне кажется, будильник должен зазвонить не только с точки зрения безопасности граждан этой страны, но и с точки зрения безопасности граждан и других государств. Потому что связь здесь понятная. Не призывать и не взыскать к ответственности друг друга – это весьма рискованная жизнь, потому что вы в действительности сталкиваетесь с риском того, что вы принимаете таким образом иной состав норм. Мне, как представляется Россия, желает провести переговоры по новому порядку безопасности в Европе. Это явно выражалось в течение ряда лет, и эта идея в 2007-2008 году, что нам необходим договор о безопасности в Европе. Это российская идея, которая, по сути, позволит любой стране, и, конечно, прежде всего России, накладывать вето на, например, расширение ЕС и НАТО. Например, я думаю, президент Путин вернулся к этой идее и возвращается к ней. Вы должны сесть, обсудить с нами и обговорить эту систему безопасности. Она вот старая, устарела, и нам необходима новая. Я думаю, совершенно то же самое. Явно он это проговорил осенью 2014 года. Или это в Сочи было, или на Валдае, когда новые правила, или никаких правил. Вот так будет. Либо мы пропишем новые правила, которые более подходящие для России, или у нас не будет никаких правил. Это значит, что мы придем к анархии, и мы вам показали, я имею в виду, Кремль показал совершенно точно, что значит анархия, то, что называют докладчик коннекции Крыма, военные интервенции в Донбассе и так далее. Если вы не желаете менять правила, то мы сделаем вам жизнь очень сложной и несчастной. Та же самая идея прозвучала в обращении президента Путина перед Советом Федерации выступления, когда это было уже два месяца назад, эти замечательные вундервафли, которые, главное, оружие, но самое главное, ведь адресатами были не федеральные собрания, а Вашингтон и Запад в целом. Вы должны услышать нас, сесть с нами за стол в переговорах. И это не произойдет. Никто на Западе к этому не готов. Но мы не то чтобы имели бы новую систему де-юре, мы не будем иметь новые документы на бумаге. Но вы не можете, возможно, установить и учредить новую систему безопасности де-факто. Если оставшаяся часть мира согласна с тем, что можно военные силы менять границы или вмешиваться военным образом во внутренние дела других стран, и экономическая цена, которую за это приходится платить, не очень высока. Но урок, который следует вынести, что это новая норма, и так все вести просто невозможно, неприлично. Совершенно определенное, что институты должны, международные институты, национальные институты, учреждения должны не принимать, нам нужно, чтобы активно гражданское общество и граждане, отдельные лица, но люди должны просто верить в эти системы. И я полагаю, что порой у нас есть обсуждение в Западной Европе, что нам, западные европейцы, можно сделать для того, чтобы изменить Россию, Азербайджан, Азербайджан, Украину. Я думаю, что мы мало что можем сделать для того, чтобы изменить политическое развитие иных стран. И мы должны, наверное, я думаю, мудро здесь будет не вмешиваться в политическую ситуацию в иных странах, но мы обязаны верить и защищать наши собственные нормы, ценности и стандарты внутри ЕС. Если мы будем нарушать принципы, которые мы сами для себя подписались, как нам могут доверять в международных дискуссиях и обсуждениях? Второе мое замечание, что нам нужен взгляд на будущее, на долг. Вы помните, что в Хельсинге в 1979 году концепция Европы, которая вся живет в мире, целостности, ведь только пришли в 1979 году, в 1975, собственно. С исторической точки зрения это крайне короткое время. Но если вы проживали в Маршаве, в Москве, в Харькове, где угодно, но вам-то казалось, что 15 лет – это очень долго, если вы там тогда проживали. И я бы рекомендовал любому человеку, прежде всего, купите и прочтите эту небольшую книжку Тимоти Снайдера о тирании. 20 уроков 20-го столетия. Я думаю, здесь очень хорошо раскрыта как раз эта тема тех уроков, которые освоены. И почему надо быть столь осторожными и принципам этим урокам 20-го века прислушиваться и соблюдать их. Потому что в нашем, когда мы сейчас живем в таком странном и непредсказуемом историческом моменте. Ну, в заключении, я в конце концов все же оптимист. Я думаю, что самое худшее, что мы сейчас можем сделать – это стать фаталистами. И это то, что Тимоти Снайдер об этом нас тоже предупреждает в последней книжке, которая называется «Дорога к несвободе», которая называет «Политика неизбежности и политика вечности». Если мы полагаем, что мы никак не можем изменить ход истории, то тогда все, что мы делаем, совершенно тщетно – это совершенно фаталистический взгляд на историю, который, на мой взгляд, крайне опасен. Однако я также думаю, что самодержцы, автократы, тираны и диктаторы – они именно в это хотели бы, чтобы мы все верили, что якобы нет иной альтернативы, что якобы в этом направлении движется весь мир. Это крайне опасная альтернатива. И если у нас есть единственный урок XX столетия, то, наверное, вот это.